Без света в Одесской области до сих пор остаются 120 населенных пунктов. К примеру, жители Зоринова в темноте уже третьи сутки. Причина падения опор электросетей. Они обледенели и из-за мощного ветра просто не выдержали нагрузки. Сегодня энергетики доставляют на такие участки новые опоры и с помощью спецтехники восстанавливают линии. Ну как, затопили, да и все. Сидим, книжки читаем, что еще делать. Больше ничего такого нет. У соседей вон генератор есть, если что, там телефон подключали, позаряжали. Сидим еще. Ничего такого сложного нет. Дорогу у нас прочистили на второй день, правда. Ну то есть выбраться можно через трассу, если надо куда-то уехать. То есть ничего такого. Просто, что без света. Основную трудность для нас это снежные наметы, которые достигают до одного метра по полях и дорогах. И очень сложно нашему технику добраться до местных повреждений. Ну, на данной поветренной линии в нас есть падение 12 опор, с неструмленно 7 населених пунктов. И сейчас мы организовываем работу по восстановлению новых опор, строительство нового.